31 июля 2019 года в СИЗО-2 монастырь города Казани прибыл вор в законе Роман Сычев, Сыч. Отсюда он отправится отбывать свой срок ВК номер 2, расположенный на улице Производственной, 18. По некоторым данным, уголовный авторитет должен повлиять на колонии Татарстана и задать здесь воровской ход, так как последние годы республика отдалилась от влияния законников, и в тюрьмах зачастую не приветствуются воровские понятия. Как говорит источник, Сычеву по плечу возложенная на него миссия. Роман Сычев родился 3 июня 1977 года в Казани, в эпоху его детства в городе действовали известные банды Тяп-Ляп и Хади-Токташ, и местная молодежь, вставшая на преступный путь, ориентировалась именно на эти отмороженные ОПГ, не признавая воровские понятия, чуждые местным бандитам. Роман Сычев также стал местным молодежным авторитетом, и входил в известную в городе бригаду под названием Восьмовские. Он промышлял не воровством или кражами, а более тяжкими преступлениями. Свой первый срок за хулиганство Роман Сычев получил в 2001 году. В колонии познакомился с таким понятием, как воровской ход. Едва выйдя на свободу, Сычев вновь попадает в места не столь отдаленные за разбой, совершенный в 2005 году. Суд приговорил рецидивиста к шести годам лишения свободы. Находясь в тюрьме, Роман Сычев, получивший прозвище Сыч Казанский, проявил стойкость своего характера и стал признанным уголовным авторитетом. В его друзьях появилось несколько влиятельных воров в законе. Именно матерые уркаганы решили, что такой человек необходим в Татарстане, не приветствующем воровское движение. Сыч Казанский был в авторитете на своей родине и мог стать здесь признанным вором в законе. Однако коронация долгое время откладывалась. Вор в законе Сыч. Воровской подход к Роману Сычеву сделали славянские воры. Коронация состоялась в сентябре 2014 года, когда Сычеву исполнилось уже 37 лет. Довольно солидный возраст для получения воровского титула. Крестными отцами выступили такие влиятельные законники, как Олег Шишканов, Шишкан, Олег Мухамедшин, Муха, Виктор Панюшин, Витя Пан, Константин Борисов, Костыль и Сергей Стокозов. Именно Муха возлагал на Сыча большие надежды, так как сам имел в Татарстане свои интересы, которые хотел продвигать с помощью Сыча Казанского, который был поставлен здесь смотрящим. После получения долгожданной воровской короны, Сычев перебрался в Москву, нисколько не растеряв в своих позиции в Татарстане. Все крупные дела, творившиеся в республике, согласовывались с ним. Как говорит источник, у Сычева было огромное влияние на криминальный мир Татарстана. Наиболее сильные позиции у вора в законе, как и предполагалось, были в Казани. Даже вор в законе Ревазбухника Швили, ПЦО, отбывавший наказание в одной из колоний Татарстана не мог похвастаться своим влиянием на уголовников, в отличие от Сычева, который, находясь на воле в Москве, управлял Казанским уголовным миром. Резонансное уголовное дело. Январь 2016 года стал судьбоносным в биографии Романа Сычева. На автотрассе М7 Волга в Орехово-Зуевском районе Подмосковья его задержали сотрудники правоохранительных органов, и при личном досмотре нашли у вора в законе пистолет ТТ и пакет с героином. Сразу же было заведено уголовное дело, которое могло обернуться внушительным сроком заключения. Однако 26 декабря 2016 года Сычев был оправдан судом по всем предъявленным ему обвинениям и вышел на свободу с чистой совестью накануне Нового года. Свидетели, находившиеся в компании Сычева во время задержания, указали на то, что пистолет и наркотики были подброшены сотрудниками, проводившими задержание. Однако в СМИ тут же появилась информация, что за свое освобождение Сычеву пришлось раскошелиться на 40 миллионов рублей, именно эта сумма и стала ценой свободы. А оказавшись на воле, Сычев сразу залег на дно. А силовики, не согласившиеся с таким приговором, добились нового рассмотрения уголовного дела. В итоге 14 февраля 2017 года Московский областной суд отменил вердикт Орехово-Зуевского суда в отношении Романа Сычева. Вор в законе был объявлен в розыск, а суд заочно приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Рома Сыч Казанский в заключении. Поймать вора в законе удалось лишь 24 августа 2018 года, когда он проезжал на автомобиле у поста ГАИ на 26 КМ Ярославского шоссе. Стражи порядка остановили машину, в которой оказался находящийся в розыске преступник. При задержании у Сыча был найден героин. Состоявшийся 16 мая 2018 года суд оставил приговор без изменения, 3,5 года лишения свободы. По некоторым данным, прибытие Сычева для отбытия наказания в Татарстан имеет под собой веские причины. Как предполагает источник, вероятно не без участия влиятельных воров. Именно Казань была выбрана местом отсидки для Сыча. Дело в том, что местный криминальный мир не ориентирован на воров, и Сычев должен исправить это положение. Уже многие заключенные обсуждают прибытие к ним воровского авторитета, который имел в Казани серьезный вес. Сыч Казанский способен объединить все колонии республики и поставить в них так называемый черный ход. Однако у вора могут появиться и серьезные недоброжелатели в лице лидеров жилплощадки и соцгорода, положение которых в криминальном мире может измениться с появлением Сычева, авторитетов могут обязать платить дань в воровской общак, и попросить потесниться своими территориями. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, обязательно пишите в комментариях.